Программа управления заболеваниями представляет собой комплексный разноплановый подход по улучшению ведения хронических заболеваний. Она предназначена для поддержки людей с диагностированными хроническими неинфекционными заболеваниями и направлена на вовлечение пациента в управление своим заболеванием. Основная цель – это динамическое наблюдение. В каждый месяц ведется мониторинг по улучшению и оздоровлению данных пациентов, чтобы осложнений не было, чтобы они не попадали в стационар уже с декомпенсированной формой заболевания. И через определенное время они снимаются с этой программой по улучшению состояния здоровья и вместо них вовлекаются другие пациенты, чтобы их дальше оздоравливать. Данная программа, по словам спикера, организована по трём нозологиям. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа и хроническая сердечная недостаточность. Кто может стать участником данной программы? Отбор проводится по отдельным критериям. Допустим, артериальной гипертензии, кто состоит на диспансерном учёте, не все могут участвовать. Участвует неосложнённая форма у кого. Также с сахарным диабетом второго типа у кого, субкомпенсация и компенсированная форма. И с хроническими сердечными недостаточностью лица со второй, четвёртой категории по классификации. Отбор пациентов проводит участковый терапевт. В определенные дни с ними проводится обследование. Данные вносятся в отдельную программу. Оценивает состояние пациентов мультидисциплинарная комиссия в составе узких специалистов, психолога, специалистов ЗОЖ и других. В третьей поликлинике города, по словам Фариды Канашевой, в программу управления заболеваниями вовлечены 64,5% из общего числа состоящих на диспансерном учёте. На сегодняшний день, согласно приказу управления здравоохранения Павлодарской области, мы должны вовлечь не менее 60% по плану. И вот динамическое наблюдение ведётся ежемесячно за данными пациентами. Оно вводится в информационную систему в отдельную для программы управления заболеваниями. И там оно и наблюдается. Мониторинг проводится ежемесячно. Продолжение следует...